Приветствую вас! Вы, возможно, ошиблись с разделом и задали свой вопрос немножечко не туда. Вот. Может быть вы хотели задать свой вопрос в раздел эзотерики? Вот. Тогда вам нужно переадресовать свой вопрос туда. С точки зрения психологии на ваш вопрос можно ответить так. Итак, с точки зрения психологии в октябре прошлого года произошло некоторое событие, некий переломный момент. Иногда его называют еще кризисом, когда скрыты внутренние противоречия, которые, возможно, были у вас всегда, дали о себе знать, наконец, настолько, что привычный образ жизни и привычная модель поведения сбились. По сути. То, что раньше сдерживалось путем совокупности сдержек и противовесов, теперь прорвалось. и вы же понимаете, что, например, из всего того, что вы написали, не ответственны вы, то есть вы не сделаете личной ответственности только за то, что баба у вас заболел. Все остальное, то же родители от вас отказались. Это и ваш ответ у нас, ну, отчасти. То есть, как бы, понятно, что их отказ, это их выбор. Но, если они отказались потому, что не приняли какое-то ваше решение, не приняли вас там и так далее, но вы сами к этому решению пришли сознательно, что отказ родителей для вас не является сюрпризом. Ну, не должен, по крайней мере, по крайней мере, являться сюрпризом. Какая-то, как сестры. Кстати говоря, тоже. Вот. Значит, что касается больницы. Что касается больницы. Мне импонирует достаточно сильно, как бы, разделение болезней на две части, на два таких типа больших. Это хронические болезни. Именно хронические заболевания. И, соответственно, заболевания вирусные. Вот мне очень нравится именно такое вот подразделение. Соответственно, если вы болеете хроническим заболеванием, то вам это болеет для чего-то нужна с точки зрения психологии. И до тех пор, до тех пор, пока вы сами для себя не увидите и не откроете, ну, вот, причины, выгоду, как сказал мой коллега, этих заболеваний, ситуация поменяется вряд ли. Ну, для вас, по крайней мере. Ну, вот. Потому что вы боретесь с внешними признаками, с внешними симптомами, но вы ничего не делаете с внутренними проблемами, с субъективными проблемами. То есть, если, например, вы начали, ну, ну, гулять, условно скажем, по больницам после того, как, значит, от вас отказались, да, от вас отказалась ваша семья. Ну, соответственно, можно говорить о том, что это компенсация. То есть, это либо так себя проявляет, проявляет потребность во внимание, либо так себя проявляет, проявляет страх одиночества, непринятие себя, либо так проявляет себя чувство вины. То есть, наказывает, ну, и так себя наказывает. Вот. Опять же. Опять же. Опять же. Я не утверждаю этого наверняка. Сейчас. Может быть, там вообще всё по-другому. Может быть, ситуация вообще скваживается по-другому. И, может быть, вообще у вас там всё не так. Может быть. Может быть. Но. Вне зависимости от этого. Вне зависимости. Проблема есть. Есть. Её нужно решать. Нужно решать. Вот, соответственно, в этом направлении вам и нужно двигаться. Вот. Ну, как, ну, как бы, вот. А, как бы, именно в этом направлении нужно двигаться. И, только так, только так, через взятие личной ответственности, можно что-то будет поменять. Скорее всего, есть какое-то базовое некое ядерное чувство, как это говорится, ну, как говорят, да, ядерное чувство, от которого исходит всё остальное. То есть, проблемы на работе, ваши проблемы, ну, ваши проблемы на работе. Это именно свидетельство того, ну, следствие, следствие, следствие того, что произошло в вашей семье, например. Да, то есть, было логично предположить, что, вот, если у вас трудности, допустим, там, с родителями, что у вас появляются какие-то мысли. Это чё, да? Вот. И, соответственно, вы себя ведёте так, вы, у вас поведение, ну, определённого типа. Вот. И, как бы, как бы, как бы, да, я подчёркиваю, я подчёркиваю, как бы. Так, действовать вам приходится именно, вот, исходя из, ну, даже, исходя из того, что есть на данный момент. Вот. Вот. Понимаете? Вот, в принципе, то, что можно сказать вам. Вот. Понимаете? Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Дальше. Дальше. Так, значит, вы пишете, живы с сыном на пенсии. А пенсия у вас? Откуда? То есть, получается, возраст, ну, непонятно, много чего. Бухгалтер собрался, документы потерял, а теперь мне платить много штрафов. Это, опять же, организованность, либо организованность, либо наказание, то есть, либо вы себя наказываете. Личной жизни нет, ну, вообще никакой штрафов. Ага. Женская модель поведения. Женская модель поведения. Женская модель поведения. Она какая у вас? Женская. 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 Понимаете? Вот. То есть, то есть. Какая вы женщина? Определите. Определите для себя это. Какая вы женщина, чтобы личная жизнь у вас наладилась? Да. Нужно как раз проработать женскую модель поведения. Личная жизнь сама по себе не наладится. Вот. Ну и соответственно модель поведения как бы нужна. Адекватно вам с мужчинам. Ну я так вот, я так вижу это в качестве решения. Так. Значит с сыном в 15 лет постоянно ругаемся. Ну это соответственно как вот у вас родители относятся к вам. Да. Ну то есть как они воспринимают вас. Так и вы не относитесь к своему сыну, к своему ребенку. И здесь нужно родительскую позицию, родительское поведение уже корректировать. Корректировать, исследовать, изучать, смотреть. Понимаете. Вот. Чем это, чем это вызвано? Ну вот теми факторами, о которых я говорил. Как скоро это закончится? Это эзотерический вопрос. Далее. Не психологический. Что нужно сделать, чтобы исправить все? Ну все исправить у вас не получится. К каждой ситуации нужно подходить как бы идеально. Да. Вот. В каждой ситуации нужно подходить индивидуально. Даже так сказать не идеально, а индивидуально. Вот. И уже смотреть, что там можно исправить, что-то можно исправить, что-то нет. То есть поймите, вот если вы обращаетесь к психологу, да, то это вот именно в таком подходе работает история. Никак не иначе, не по-другому. Вот. Сниматься? Вот так. Так что выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Если, если в психологии, то выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Работа, скорее всего, предстоит не на один раз, но тем не менее. И как результат будет освобождение от всего негативного и, соответственно, нахождение гармонии внутри себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.